Да, мы видим очередной теракт в Турции, мы приносим свои слова соболезнования всем родственникам погибших и пострадавших, но мы неоднократно говорили о том, что Эрдоган ведет неправильную политику и в отношении курдов, и, как мы видим, в отношении России, и в отношении Сирии. Он ставит ставку на террористов, на террор, сам ведет фактически войну против курдов и тех, которые находятся на территории Турции, и тех, которые находятся на территории Сирии, и на территории Ирака. Поэтому, конечно, он сам развязал эту кровавую войну, и эти теракты, к сожалению, будут продолжаться. Мы видим, как он продолжает поддерживать практически все террористические организации на территории и Турции, и Сирии, и Ирака, и все это ему, естественно, откликается. Сейчас самое выгодное для Эрдогана, конечно, валить все на курдов, потому что он реально с ними воюет с применением тяжелой техники и огромного количества военных турецких. Поэтому здесь это будет продолжаться. Курдов тоже достаточно много, их около 30 миллионов. И, конечно же, они будут защищать себя, свои семьи, свою землю. И вот этот террор на этой территории будет продолжаться. Мы призываем, и вы видите, какие усилия делает Россия по урегулированию этого конфликта в целом на этой территории Турции, Сирии и Ирака. И мы видим успехи, которые делает Россия. Сейчас большое количество группировок и оппозиции, и правящие партии в Сирии сели за стол переговоров. Это может привести к мирному процессу на территории Сирии. В дальнейшем это может мирный процесс быть и на территории Турции. Снижение террористической угрозы, снижение вообще террористической деятельности, потому что если Турция примет решение прекратить поддержку террористов, то я думаю, что общими усилиями во главе с Россией эту угрозу терроризма можно победить.